В эфире «Вести Чукотка» в студии работает Владимир Никиченко. Здравствуйте. В Пивейке ликвидировали условный пожар на плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», а в столице Чукотки отработали учебную эвакуацию детей из образовательных учреждений. Чукотка присоединилась к всероссийским межведомственным научно-исследовательским учениям «Безопасная Арктика-2021». Безопасная Арктика на Чукотке. Наш округ стал одним из семи субъектов России, принявших участие во всероссийских арктических межведомственных научно-исследовательских учениях. Их активная фаза здесь проходила на плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» в Пивеке. Этот объект имеет стратегическое значение для региона. По легенде, на электростанции вследствие аварии возник пожар. Отрабатывали два основных направления. Это первое действие тех сил и средств, которые находятся на территории ПТС, по предупреждению о ликвидации той аварии, которая там возникла, и пожара, который возник в результате аварии. И второе направление – это по действиям уже всей Чукотской окружной подсистемы, и в частности городского муниципального звена города Пивека, по действиям по защите населения от тех рисков, которые могут возникнуть для населения в результате аварии на ПТС. Огнеборцы Пивекского пожарно-спасательного гарнизона и аварийные партии станции приступили к ликвидации условного пожара. Одновременно отрабатывалось взаимодействие при чрезвычайных ситуациях между спасателями, сотрудниками Росэнергоатома, службой безопасности ПТС и территориальной подсистемой Единой государственной системы РСЧС, куда входят МВД, Росгвардия, ФСБ, Гидромет и другие ведомства. Учения свои цели достигли, все действия отработаны. В целом, работу как персонала станции, подразделения Федеральной противопожарной службы, Росгвардии, Единой дежурной диспетчерской службы города Пивека, нужно оценить как удовлетворительные действия по предназначению они готовы. Всего в тренировке на Чукотке было задействовано 392 человека личного состава подразделений МЧС и 60 единиц техники. Особенность этих учений в том, что они имеют научно-исследовательский характер. Для решения их главных задач в Пивек прибыла научно-исследовательская группа, в состав которой вошли представители Центрального аппарата и учебных заведений МЧС России. Совместно с окружными ведомствами проанализировали действия по реагированию на ЧАЭС, а затем провели исследовательскую работу по применению современных средств тушения пожара в арктических условиях. Таких как подача компрессионной пены, такие как дополнительные системы обеспечения работоспособности насосно-рукавных систем в условиях низких температур воздуха и многие другие. Автомобили, которые на сегодняшний момент стоят на вооружении подразделений по охране ПТС Академик Ломоносов, специально разрабатывались по данную климатическую зону в исполнении ХЛ, то есть возможности эксплуатации до температуры минус 60 градусов Цельсия. Подобный опыт создания таких автомобилей уже имелся на территории России, и они хорошо себя зарекомендовали. На сегодняшний момент важно было оценить, насколько подразделения готовы и к эффективному выполнению задач, возложенных непосредственно по их прямому назначению. На следующий день на организованной выставке жители и гости ПИВЕКа смогли познакомиться со спасательной техникой. Накануне ее, экипировку и другие спецсредства арсенала спасателей осмотрел лично генерал-лейтенант Валентин Нелюбов. Также на территории всего городского округа прошли мероприятия по защите населения от возможных вторичных угроз от аварии на плавучей электростанции. Для более широкого охвата всех категорий жителей в округе в эти дни проходит приуроченная к учениям неделя безопасности в Арктике. В образовательных учреждениях проводятся тематические занятия и учебные эвакуации. Помимо обычной эвакуации, которая подразумевает выход в безопасную зону, учреждениям отработано взаимодействие с другими организациями, зданиями по размещению детей. В пунктах временного размещения имеется четко отработанный план, куда размещать детей в случае возникновения пожара, допустим, в зимнее время. После объявления пожарной тревоги все дети, покинув школу, распределились по пунктам временного размещения. Причем за каждым классом закреплен свой пункт. По завершении успешно проведенной эвакуации учащимся продемонстрировали, как правильно пользоваться огнетушителем. Межведомственные опытно-исследовательские учения в арктической зоне, а также проходящие в ее рамках неделя безопасности в Арктике, продлятся до 10 сентября.